Давайте постараемся прожить так, чтобы у нас не было нужды становиться героями. Ну, у людей было разное. Всем нам хорошо известны те войны, которые покрыли славой наш народ. Великая Отечественная война. Отечественная война 812 года, да? Но были в нашей истории войны, которые не очень хорошо нам известны. Наверное, потому, что гордиться там было не особо чем. Мне бы хотелось спросить у зала, кто знает о финской войне? Знаете, да? Я специально перед сегодняшним выступлением загуглил, проверил свои знания. Я знал далеко не все. Да, она была победоносной, поэтому те, кто не знает, что такое первая победа, загуглите и узнаете. Это была по-настоящему первая победа. Она была. Это была победоносная война. Но такими победами не гордятся. Это была настоящая война. Там были солдаты, и эти солдаты умирали. Вышел к микрофону, читай. Я нашел это стихотворение совсем недавно. С вашего позволения, несколько строк, буквально одну минуту вашего внимания. Две строчки. Твардовский. Из записной потертой книжки две строчки о бойце-парнишках. Что был в сороковом году убит в Финляндии на льду. Лежало как-то неумело, по-детски маленькое тело. Шинель ко льду мороз прижал. Далеко шапка отлетела. Казалось, мальчик не лежал. А все еще бегом бежал. Да лед за полу придержал. Среди большой войны жестокой, с чего ума не приложу. Мне жалко той судьбы далекой, как будто мертвой, одиногей, как будто это я. Я лежу, примерший, маленький, убитый, среди войны незнаменитый. Забытый, маленький, лежу.